На календаре 31 декабря. Канун Нового года и по-настоящему волшебное время. Этот день мы предлагаем провести вместе... Продолжаем праздничный телемарафон, посвященный 65-летию областного телевидения. И продолжаем знакомить вас с историей телевещания. Итак, представим. 80-е и 90-е годы. Значительное место на экране в этот период уделяют передачам социально-политической и сельскохозяйственной редакции. А также в эфир выходят передачи детской и музыкальной направленности. Катя, не знаю, как ты, но я не застал черно-белого ТВ и смотрел телепрограммы «В цвете». А вот я и не признаюсь тебе, чтобы ты не догадался, сколько же мне на самом деле лет. Я и так знаю. Мы этот вопрос опустим, я думаю, и продолжим. В конце концов, юбилей не у тебя сегодня. Согласна. Дальнейшее совершенствование телевидения стало немыслимым без перехода на цвет. В январе 81-го года в стационарных условиях задействовали передвижное телевизионное оборудование «Лотос». К слову, на тот момент только у 15% населения были цветные телевизоры. Чего не скажешь о сегодняшнем дне. Качественная HD-картинка и разнообразный телеконтент. С 13 сентября 1999 года на частоте телеканала «Культура» начал вещать собственный канал гомельского телевидения. Показывает гомель. Изначально канал вещал только по вечерам, а в остальное время была ретрансляция канала «Культура». С 2003 года появляется и утренний блок программ, и канал изменяет название на гомельское телевидение. Однако после реорганизации 18 октября 2003 года на частоте «ГТ» начал вещание общереспубликанский телеканал «ЛАД», в региональных окнах которого продолжили выходить передачи телерадиокомпании «Гомель». Катя, а ты знаешь, какой объект в Гомеле виден с высоты многоэтажного дома практически из любого района города? Ну, могу предположить, что речь про нашу телевышку. Ты права, и мне подсказывают, что наша коллега Влада Абрамова готова подойти максимально близко к вышке и поведать нам что-то очень интересное. Влада, тебе слово. Катя, Никита, только представьте, именно на этом месте в конце 1960 года был введен в строй промышленный телецентр, который расположился по знакомому гомельчанам адресу по улице Пушкина. Тут располагался студийный павильон площадью 100 квадратных метров. Тогда же была построена ставшая привычной для городского пейзажа телевышка высотой 192 метра. Этот объект и передачик в 5 киловатт дали возможность транслировать программу на значительную территорию, а именно в 40% Гомельской области, а также ряд районов Черниговской и Брянской областей. Ну что ж, я поехала дальше, еще увидимся.